Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Часто случается, что вишни в саду цветут, а плодов не дают. Почему так происходит и что можно сделать в такой ситуации? Основная причина. В саду растут самые бесплодные вишни. Что это значит? Если вишни способны завязывать плоды от опыления собственной пыльцой, то их называют самоплодными. Остальные частично самоплодные или самобесплодные. И если в саду растут деревья одного сорта, к тому же самые бесплодные, то они каждую весну цветут, а плодов практически не дают. Что делать? Подсадить к ним вишни-опылители. Или сделать прививки в кроны деревьев. Второе. На качество опыления, а следовательно и на урожай, влияет температура воздуха. Если во время цветения вишни температура воздуха всего 10-12 градусов, то пыльца частично теряет способность к оплодотворению. Если температура в марте опускалась ниже 12 градусов мороза, то это тоже губительно для цветочных почек вишни, потому что у вишни они рано пробуждаются. Ну или цветущие вишни могут попасть под весенние заморозки. Третье. Неправильная обрезка вишни. Вишни делятся на две группы. По типу цветения и плодоношения. Кустовидные и древовидные. Правильная обрезка и грамотная агротехника может повысить урожай. На кустовых вишнях урожай со временем переходит на периферию. Поэтому обрезкой нужно омолаживать дерево, используя прием обрезка на веточку. А древовидные вишни обрезают, прореживают. Четвертое. Выбор места посадки. Вишни любят солнце. В тени вишни могут цвести, но плодоносить будет плохо. И если уж мы говорим о посадке, то вишни предпочитают нейтральные почвы и не любят даже слабокислых почв. Для этого один раз в три года осенью вносят доломитовую муку приблизительно 300-600 грамм на 1 квадратный метр. Болезни и вредители также могут повлиять на урожай, в особенности манилиоз. Во время этой болезни происходит усыхание цветов и веточек. С манилиозом нужно бороться. Есть у меня фильм. Ссылку оставлю в описании. Шестое. Правильная агротехника. Внесение удобрений и поливы. Вот передо мной лекции Тимирязевской академии. То есть беру все это не с потолка. Мало кто знает, что во время цветения вишни надо обязательно поливать. И в мае, если стоит засуха, тоже вишню нужно полить. Удобрения в апреле. Кальциевая селитра. 80 грамм на 1 квадратный метр проекции кроны. Рассыпать и осторожно заделать в почву. И добавить еще 300 грамм золы. В мае, перед самым цветением. Жидкая подкормка органикой. Нужно развести коровяк 1 к 10 или птичий помет 1 к 20. Если этого нет, то снова кальциевая селитра. 1,5 столовых ложки на ведро воды и 1 ведро на 1 квадратный метр проекции кроны. В июне во второй половине снова нужна жидкая подкормка. Такая же, как и в мае. Осенью в сентябре внесение основных удобрений, чередуя год органика, год минеральные удобрения. Органику по 1 ведро компоста на 1 квадратный метр проекции крона. Или по пол ведра перегноя. Минеральные удобрения. Суперфосфат 400 грамм. И калий сернокислый 150 грамм. Вместо калия можно использовать золу. И если почва кислая, повторюсь, 1 раз в 3 года нужно внести доломитовую муку. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Продолжение следует.